Можно быстрее фармировать блингдайгер, у нас эфэ не ему самое место. Можно было конечно бреймастера поставить на мид и морфинга, оставить на фарме. Ну как-то, как удобнее собственно поставили. Стоит здесь уже вард. Достаточно хитрый вард, что с одной стороны от пул первого он не блокирует, то есть здесь будут создаваться скрипы. С другой стороны, как только здесь будет проведено дерево, как только начнут возиться саппорты, здесь пытался отпулись, будет видно. И в то же время будет видно, как пойдут они в сторону руны, и в то же время как будут они выходить сюда, на лейн, к битрайдеру. Бонус 7. Предусмотрел все варианты, похоже. Так, подадай, обрабатывает фобоса. Ну и старательно обрабатывает. Оставляет руну Этернлайн, и вдруг что интересно появится. Ореген можно самому забрать. Бесплатно подхарасил Тайтхантер, Тайтхантер чуть ли не на пол хп отправляется крипово блокировать. Ну что, пожалуй, самый большой вопрос, это то, как будут перемещаться саппорты, и будут ли перемещаться вообще саппорты МВИРТУСПРО. Десераптор не стоит недооценить, что уровень 3-й он готов уже глимсом кого-то возвращать, удобно, под стан. С уроном там, конечно, могут быть неприятности, но если прибегут внезапно к Death Profit что-то придумают, все будет любопытно. Вот у Death Profit здесь все очень неприятно. То есть морфлинг пространства ей абсолютно не даст никакого, что вдвоем с Личом сейчас они сначала будут денать скрипов, потом через память фростбаста ей в лицо. Так, Бон Сеон не пускает абсолютно никак в стенд-инжение. Пытается Бон Сеона хоть как-то там каких-то крипов посмотреть, подлететь. Пока что следят за ним достаточно строго. Ну, примерно так же здесь льда за Death Profit. Как только выходит к крипам, сразу же выезжает туда АВД-1000 и начинает воевать. Пытался, пытался лил как-то использовать хайграунд в свое преимущество. Ну и, кстати, настрелял весьма неплохо, лечу. Заставляет его использовать сальву, использовать клейрити. Ну а фобоса неприятности уже надо идти на базу. Подхарасил его. Достаточно неплохо, пододай. Выходил аркейм. Болтами я его просто заспамил. Так, вот он ходит диссераптор. Угадывает вард. Так, ну и, кстати, убивает здесь. Убивает лил, приходит, габлак пытается спасить Death Profit. Но все-таки фрозбласт он убивает АВД и получает фрозблат. Габлак гонит дальше. Габлак навряд ли здесь кого-то убьет. Тут Терлин, кстати, не так много хп, что он перекачан в ловкость. Но всегда может морфировать обратно. Надо встанеть. Успел уехать с Терлинлайной, но появляется лил и готов сдувать АВД тысяч. Но выясняется, что Крепсфорум первого левела Death Profit была второго уровня. Достаточно неловко получилось. Притом чуть было не выжило лил, что он забегал здесь за угол. И все-таки в последний момент, буквально в последние секунды фрозбластом достало. И в то же время габлак мог попробовать подстанеть с Терлинлайной. Могли попробовать его убить. Но с первым Крепсфорумом навряд ли урона бы хватило. То есть это был риск. Поэтому габлак попробовал убить Лича. Лича убить не получилось. И надо расходиться здесь, скорее всего. Так. Полодай. Невидимый пошел искать ДК Фобос. ДК Фобос здесь хочет сделать себе отпул. Надо помешать Тетхантеру. А, ну здесь дерево не проели. Поэтому отпул особо не получается. Получается миллион Аркейнболтов в лицо. Но вместо этого, ну, не миллион одного хватило. Сларк, понятно, на фрифарме. Понятно, что на фрифарме и Бримастер. Бримастер. Он вообще не видит этот Тетхантер. Вот, наконец-то он понял, что там кто-то существует еще на лейне. Ну, Полайдай ему сказал, иди форми. Я здесь сам все сделаю. Действительно так и происходит. То есть, очень быстро будет Блинк у Фат. И с другой стороны, очень быстро будет Блинк у Сларка. Я так понимаю, он тоже в Блинк. Пойдет сразу же, быстрее. Дэс-прот. Приходится уходить в леса. На лейне выпускает габлака. То есть, здесь можно действительно заспамить крипсворумы. Да даже просто руки фармить, учитывая, что рейнджовый. Не доходит Огры. Другое дело, что в плане опыта, в плане денег, это очень неэффективно. Ну, похоже, расчет на то, что сейчас Огры-мага. Хотя бы не... ...небют убивать на медиа. То это будет Огры-маг, а не Дэс-профит. Тоже приятно. Ну, вот Эдхантер опять на базу. Он первого левела, кстати, до сих пор Тайдхантер. То есть, казалось бы, ну, гоняет и гоняет по Дэйвену. Бывает такое с оффлайнерами. А с другой стороны, посмотрим на уровень, и все становится ясно, что... Проблема. Похоже, и Тайдхантеру придется уходить в леса, потому что... Вертус-про уже огромные неприятности. Вернулся обратно Дэс-профит. Отправляет Огры-магам стакать. Ну, и сразу же здесь Этерн-лайнер начинает свою агрессию. Лич у него пока что бежал. Здесь стакаются вообще все леса, которые только можно. То есть, не только Вертус-профит им занимается. Но Женя хочет, что он убить руну, смотрит. Похоже, что никак. Оставляет габлаку. Так, 1200, кстати, его Лидан уже. Орбофеном купил. Сам 5-й левел, то есть, опыт ему оставляет. Здесь соло-опыт оставляет ему саппорты. Особо не крутится. Так, ну и надо что-то с Этерн-лайнер здесь, судя по всему, придумать. Гримса бы вот не хватает маленько. Не достает габлак станом. Видно было, что отменял анимацию. Так. Ну, как-то габлак просто идет вперед. Так, морфинг приезжает. Приезжает на габлака. Думал, что это блеф. Появляется теперь еще Лил. Наверное, показал, что он умеет нажимать морф. Просто моргнул красным светом. Всем стало все понятно, что здесь на морфинга наседать не стоит. Плюс реген в бутылке, поэтому здесь Сенви просто как сыр в масле катается. Так все, мана закончилась. А вот если реген включит, будет неприятно. И он сразу же собьется, поэтому мана кончается со всем. И она погибает. Включает все-таки реген. Реген сразу сбивается. Но это позволит Лайне еще немножко морфировать. Отлично выжил. Учитывая агрессию со стороны Vertis Pro. Было бы рядом еще и Тайдхантер с Гашем. Но, увы, Тайдхантер с Санкор Смеш. Мои первого левела до сих пор. Скай Ратмак поставил своей жизненной целью. Прямо-таки не даваясь проходу Тайдхантеру. И это действительно работало. Так. Расставляется здесь сентри. Сходили, посмотрели. Нет, ничего здесь не стакается абсолютно. У самих здесь все стакается прекрасно. Здесь Бонсен сейчас скоро с Блинком уже придет. Он, собственно, расчищает здесь все это хозяйство. Здесь уже все зачистил. Стоит там скелетики, все блокирует. У Фаты 1600 тоже. То есть появится Блинк у Бэтрайдера, появится Блинк у Фаты. И все. Только держись. На Фобоса. Фобос до сих пор первого левела. Приходит Фата. Наступает. И на пол хп сразу же отщипывает. Прямо сплит похоже даже уже перебором был. Потому что у Фобоса можно было. И так попробуем. На вышку не хотелось лезть, судя по всему. Ну и все, можно побить пока что. Ну и Фата без маны. Скоро будет Блинк. Можно будет сбегать на базу как раз. Когда Блинк появится. Так, на мид переходит невидимая Женя. Ну и сдали просто весь проказ своего АВД 1000. АВД 1000 по неотвращает. Он. Лишь радуется, что это не в него все вошло. Понимал, что никак он там не поможет. Лечу уже. Иллидан доделал себе Пауэртресс. К ним прилетает Бэтрайдер. Получается Рожи Паунс. Иллидан как-то выясняет, что довольно много урона Бэтрайдер им наносит. Бэтрайдер 5 левела. Так. Прожимает Шадоу Дэнс. Понимает, что на нем стики напалм. Ну и надо как-то прохилить. Надо спиряться за угол. Прогнал. Объяснил, что не получится здесь фармить быстрый Блинк. Бэтрайдер, кстати, не стал фармить быстрый Блинк. Он просто купил себе Ботл. Планирует собирать себе Транкл Булс. Ранее Блинка хватит и Бремастер вот. Кстати, сейчас он его уже доделает. Убирать Клауд Найн. Есть таймер на Прайм и Сплите. Скоро будет таймер еще и на Лассо. Но пока что Бэтрайдеру надо свой ультимейт получить просто. Вот он летает здесь подвордом. Вопрос, видно его нет. Продолжаю здесь вводить стаки пока что все. Саппорт команды Виртуз Про. Так. Морфлинг просто ботиночек. На этом надо вот так переключать. На Торс так будет понятно, что Этерн Лейн и постоял на меде. Лич ему помогал Этерн Лейн и в итоге первый по Нэтворсу. На втором месте Бремастер, который сломал уже... А, ну, кстати, не сломал еще Тауэр. Они там просто убивали Тедхантера. Ну, есть ультимейт, есть хаист, поэтому Бэтрайдер полетел. Варды здесь стоят. Знаю, что вардов здесь нет, поэтому можно просто перелететь через Клифф и схватить Габлака. Именно это и дело. Получает Фарбласт в лицо, получает Игнайт. Пытался спасти Дэс Профит, нажимает Экзорцин, но от Габлака там мокрое место не остается. Ну, кстати, живет. Огро довольно плотный товарищ. Все еще живет, наступает на... Наступает на Фарфлай и вместо этого добивает его Чейм Фростом своим лич. Ну, как-то ультимейт нажал, лил, но... Пожалуй, пора отойти. Возможно, даже на базу, учитывая, что здесь я навернулся. Так. А, вот Дисераптор уже никуда не уйдет. Чего он не переехал его, но... Живет чуть дольше, чем можно. Все еще живет, приходит Пак и внезапно спасает ситуацию, но Фата. Фата с Блинка. Или, да, нажимает ультимейт, пытается жить, пытается гоняться дальше за Энны. Ну, и появляется обратно Габлак. Нажимает свой стан, нажимает свой Игнайт. Мана закончилась совсем у Энны, и Габлак может его просто дубиной сейчас своей убить. Вот он идет, 4 секунды, считает просто секунды. 3, 2, 1. Размахивается. Энны прячется. Нажимает стик. Продолжает морфирует. Сейчас будет еще Игнайт. До конца здесь можно убивать. Сайленс от Скаверятмага. Скаверятмаг оказался здесь очень вовремя. И в итоге так и убивает этого самого Огрмага. Герои вообще все, что можно. То есть стики все прожимал и так далее. Шел просто, молился, прятался за деревьями, чтобы стало не вошло раньше времени вот здесь. Ну и саппорты, само собой, помогли. Так, ну что, Бэтрайдер. Ультимейт скоро откатится. Понятно, что Хейста пока что нет, поэтому можно вернуться обратно на ботом-лейн и продолжать фармить свой Блинг. 1400 в кармане. Здесь минута до Чейнфроста. Прайма Сплит. Пока что даже есть еще до сих пор. Посмотрели на невидимость. Невидимость оставили Бэтрайдера. Вот как раз ультимейт можно и будет использовать. То есть, в принципе, опять все готово. Готово набегать. Клаудайн вообще всегда, в любой момент практически. То есть, если у них есть какие-то тайминги, то это обычно полминуты, минуты хулдауна на каком-то большом ультимейте. Так, Прайма Сплит. Сплит Лила. Моментально поднимает на Торнадо Фаттера, сконтролил. Габлака. Лила пытается бежать. Сейчас будет новый камень. Новый камень влетает. Не хватает маленького урона. Надо пригнать еще одну панду. Сейчас ложится обратно. Там панда. Здесь проблемы. У АУД тысячи приходят. Эдхантер начинает и прогонять. Показался Бон Севен. Ну, как-то он под невидимостью его как-то нашли. Так, Фобос. У Фобоса неприятности. Пытается улететь. Улетает. И Бон Севен наконец-то стал невидимым. Ну, я думаю, как бы все это провернуть. Учитывая, что здесь вышка все видит. Похоже, через лес как-то надо будет улетать. Либо идти кого-то еще искать. Начинает просто фармить. Вертус Проб пока что не мог решить свою проблему, что здесь на этом пятачке и на миде постоянно. Скорее всего, не нравится. Счет 1-5. То есть, казалось бы, не то что прям таким. Разрушительный счет. Скрушу. Преимущество по тварам, преимущество по киллам. Чувство у себя даст на блинк пока, что Баттерайдер до сих пор доделывает. Например, как я понимаю, все же это будет Линькин, но посмотрим. Чем черт не шутит. Контролирует руны очень серьезно и каждый раз ровно достается кладная. Покупает смог даже, не пожалел, вложился. Плучай весь Мистик Флэйр впитал. Но Огр показывает, как он живет. Насколько он живучий, что у него были заряд на стеке и две перчаточки. Я считаю, что это просто выжил. Но, кстати, пока это происходило, здесь Лича убивает Сварк. Ильича оставил свой ультимейт, кстати. Старк хотел поймать и хотелось бы его убить, чтобы внезапно он не стал как бы, пока все планы порушил. Ну, а кстати, на Миде теперь неприятностью Морфлинга, но Морфлинг вроде бы туда-сюда поездил и нормально. Тауэр, конечно же, заданали. Ну и все, можно сами попробовать что-то поломать. Сларк убили, у Сларка 1600, похоже, он Яшу себе планирует покупать. Уже это делает. Энви так и оставляет 1900, похоже, просто купит. Либо Персеверенс, либо ультимейт Орб, и потом будет смотреть по ситуации. Ну и дабл дамидж есть у него, обрабатывает тар, приходит, удалил. Начинает пытаться прогонять, нашли Фата в кустах, просто Габлак в него забежал. Так, поражали Статик Шторм, но все успели из него уйти. На реплику улетает Энви. Фата хвалится, сейчас откатится Блинк, Фата прыгнет, а вот Ауэр 2000, так здесь и осталось. Чейн Фрост, кстати, до сих пор летает между всеми. Чейн Фрост, Фобоса, чуть было не погиб Женя, чуть было не погиб Фобос. Пришлось стараться сплит Бридмастера, и Женя он наконец-то добивает. Разве что, за Татхантером не успел расконтролить. Так, Старк можно приподнять, но уже просто в воздухе его схватил, лишь бы схватить эту Старк, чтобы он не прогнал Энви. Потому что Энви вернулся, и Мид готов доламывать. Доламывают в итоге крипы. Ну и в принципе все готовы продолжать. То есть сейчас приходит Бэтрайдер, у него ультимейт все еще не потрачен. Можно хватать. Хватает он Death Profit, Death Profit без своего ультимейта. Да, и Мистик Флэрш Дарев прыгает, или дам пытается что-то делать. Проблема Палайдай, кстати, Палайдай он убивает. Иллидан убегает, но теперь уже Габлак, следующая жертва. В погоне дальше за Сларком, но Сларк ультимейт включился и бежать. Заодно порегинился уроной. 4-10. Пытается отбиваться в Virtus.pro Polar, но каждый раз все это оборачивается просто каким-то избиением раз за разом. Что, в следующий раз будет слотов еще больше, и каждый раз будут все ультимейты гарантированные, что будут с Блинка влетать, что один, что другой. Ты выглядишь и улича, скоро появится второй Чейнф Рост. Восьмого левела он пока что. Так, Бонсеон. Находит Иллидана. Просто отпугивает его своим видом. Наверное, сам 10-го левела. Дей 800 все еще имеет в кармане. Он, похоже, решил просто копить деньги и посмотреть, когда у него эти деньги закончатся наконец. Когда можно будет купить что-то прям классное сразу. Так, Иллидан. Пошел на похождение. Он понимает, что сейчас он должен создать пространство для того, чтобы Death Profit хоть что-то в этой игре получил. Тайд Хантер. Он первый раз уже потратил, но как-то в итоге никого это не впечатлило. Ну, действительно, Иллидан находит леча и этого леча убивает. То есть, это работает. Сейчас главное внести суматоху в Риде Клау Найн. Ну, и там, глядишь, и вышку попробует убить. Так, прилетает. Прилетает Энви. Ультимей Торп все-таки купил, потратил деньги. Понимает, что сейчас будет опасна для нее драка. Находит Иллидана. Пол ХП ему оставляет просто. Просто вот так вот. С клэпа. Бримастер. Климсом возвращает обратно Энви. Ну, и погонит за Габлаком, ставит барьер. Патт нападает дальше и просто с крита убивает. Убивает. Сначала Габлака, теперь хватает Женя уже Бетрайдер. Экзорцизм нажали, но как-то экзорцизм просто, чтобы напугать. Запоздало он было. И в итоге сейчас экзорцизм потрачено. Можно будет пересобраться и просто пойти вниз. И снизу Тауру бить. Энви хочет поформить. Где у нее реплика, которая его... Как-то не вижу я розенькую штуку на карте. А, ну она не розенькая, она цвета игрока. То есть вот, вместе с репликой Энви отправляется. Отправляется вниз, но Энви приходит на топ. Встречает Иллидана, начинает ему объяснять, кто есть хозяин топ-лейна. Иллидан терпеливо. Он отошел от регенса, он потерял всего лишь чуть-чуть маны, 75 маны. Рядом еще и Тедхантер, они ждут, когда же этот морфинг здесь попадется. Но вместо этого здесь в смоки пришли и обнаружили Death Profit. Что Энви уже снизу. На миде, точнее. По вышкам пока что не так активно работает Cloud9. То есть могли бы уже давно сломать, сломать последний Тер-1. Пока же работает по героям. Убивает габлока сейчас. К ним набегает просто перед люди, они их по одному с картами счищают. 2000 уфата, посмотрим появится ли Владмирс Оферинг. Здесь Бутсов Тревел есть у Бэтрайдера. Теперь можно будет вдвоем с морфингом отпушить лейны. Либо всегда прилетать кому-то, помогать. Вот он, Владмирс Оферинг. Можно будет на Рошана сбегать, потанкует Бримастер. Сами пока же нажали смок и пошли искать ловить Элидана. Элидан надо убивать, это мало ли что у него появится. Вот собственно ему летит. Санж. Теперь у нее есть Санж и Ньяша. Так, влетает. Успел схватить, не успел Элидан нажать свой первый спел. И получает и Сайленс, и все на свете. Мистик Флэр. Конечно же, жалеть на нее не стоит. Так, фата. Шел по лесу, находит Огр Мага. Получает Игнайт, начинает гореть. Получает Файр Бласты. Обрабатывает свои палки Габлака, наконец нажимает свой ультимейт. Запоздалый был. Статик Шторм, и Габлак похоже из-за этого так и погибнет. Бежит, пытается хоть что-нибудь застанеть, но все-таки сгорает. Вот. Огнепан. Ну и Энвис сразу же на реплику свою прилетает. Начинает убивать уже Дисраптора. И его отправляет обратно, очень удобно. Прилетел, убил, и тебя обратно так вот. Бесплатно отвезли. Ну все, наверное, можно убивать этот Тауэр снизу. Что? По лесам ходили Вертус Про, особо не стеснялись. Пока стоял этот Тауэр. И в итоге этот Тауэр так и... Постепенно. Идут кладная недоламывать. Бонус и он абсолютно вообще ничего не стесняется. Он фармит уже и вражеский лес летает. Как у себя дома. Так. Видит Тайтхантера. Показалось ему. Он знает, что у него бутсов трейл, что у него блинка. И его никогда не догонят вообще. В принципе. Большинство саппортов с обычными ботинками. Вообще все саппорты. Так. Стану баллы. Появляется Бремастер. И опять на габлока. Опять Саленс. И это вообще не кончается. Никогда не кончается мана. Никогда не кончаются кулдауны. Ни у кого. Он, собственно, Паводай пошел за маной наконец. Энви доделает постепенно свой линкен. И скоро будет готов уже... Вместе со всеми что-то там идти ломать. Так. Сначала надо заденать здесь Тауэр. Заденать не получилось. Но теперь еще Эллидан начинает убивать морфинга. Он, кстати, чуть было не убил. Приходится морфировать. Приходится пить бутылку на ходу. Сейчас прыгнет еще раз Сларк. Надо спасать Энви. Иначе это проблема будет. Если Энви потеряет сейчас морфа. Еще один прыжок. Паунсом. Два телепорта. Ну Энви стоит продолжает морфировать. Показывает, что у меня бесконечная мана. А Эллидан показывает, что у нее есть ультимейт. Но теперь пора бежать. Просто так погибать он не готов. Даже если он убьет морфинга. Притом не факт, что он его убьет. Поэтому просто бежит. Тауэр не потеряли, конечно. Виртуз про они выбежали. Все свои остальные команды. Пока Эллидан там гонял морфинга. Ну и сейчас Эллидан так и должен бегать, что... Он единственный, кто более-менее свободно может перемещаться. Покажется, пока не открыл на него сезон охоты Бэтрайдер. Меку покупает Лич. Одновременно с Тэдхантером. Тэдхантер у Мека не очень удобно. В том плане, что... Конечно, есть у него Аркейнбуд. Но Мека по мане. 225. В принципе, 705 монополу. Не так плохо, как могло бы быть. Такой из Тащи-Тащи Дженю. Тащит Диссераптором. Обмазывает Напалмом. Добить уже не проблема. Однако Габлак. Помогает Диссераптору. Но влетает Фата и сразу все портит. Убивает одного. Он начинает критовать всем, чем можно. Иллюзиями и чем только не критует. Кстати, улетает Габлак. Кстати, пока это происходило, убили сковород мага. Как я понимаю, нам идет. Давайте прокликаем. Да, где-то здесь. Аж за Тир-2 убили. Внезапно выясняется, что есть второй ультимейт у Дэз Профи. Ты что? Готов он ее нажимать. Эту кнопочку. Здесь вышка все еще стоит. Как бы Клаудайн сейчас не заигрались. То есть морфинг фармит. Морфинг, конечно, достаточно неплохо себя ощущает. Но в то же время, в принципе, догоняет постепенно Элидан. Понятно, что он Сларк. Что им будет как-то сложнее просто в одиночку там справляться со вражеским героем. Но кто-то знает, чем все закончится. Вот Юл, например, появляется в Дэз Профит. Так. И он здесь с Линкеном. Стоит, опасается. Видно, что он стоял, думал, ждал, когда кто-то поедет на карте. Здесь, кстати, таскают уже. Ага, на клип. Ну все, теперь Сларк Гарри, Дэз Профит. Дал Юл, получая Чейн Фрост. Здесь столько урона влетело. Второй Чейн Фрост, кстати, 11 левого, товарищ. 11 левого, Дэз Профит. И внезапно стало все понятно, что... Когда Лич, который стоял в Дабл Мид, догоняет себя по левому, становится ясно все. В принципе, вот так все выглядит. 10 тысяч по одному графику. 14 тысяч по другому. То есть Клауд Найн пока что избивает-избивает Виртуз Прой. Но я думаю, скоро все достаточно быстро закончится. То есть сразу, что будет какой-то супер эпичный мега камбэк. Для этого придется хорошенько постараться. Для этого придется побеждать несколько стимфайтов подряд. Притом побеждать очень уверенно. А это сложно сделать, учитывая, что... Здесь и Прайм и Сплиты будут, и... Фарм уже хватает, укладная, для того, чтобы не допускать такого. Так, влетает Фату, попадает на Рэвиш. Фату в Кастов-то вообще все. Дали Санис, то есть ультимейт у него не будет гарантирован. И Фату сразу же оставляют и уходят. То есть даже если кого-то потеряли, потеряли только кого-то одного. Сразу всем мультикастом раздали Blood Last. Чтоб было не поймали, здесь еще и Леща, но Лещ улетает. Ну что бы вы думали? 2 500 экспириенсы. То есть казалось бы, вы убили всего лишь одного героя, но 2 500 экспириенсы это неплохо. При том, что размазано это по всей команде, то есть всем это приятно. Кнопочки постепенно вкачиваются. И теперь внезапно Virtus.Frog готовы просто идти вперед, нажимать свой экзорцизм и ломать следующий Тауэр. То есть по опыту немножко отбили, сейчас отобьют еще немножко и по золоту, если получится им сломать этот Тауэр. Энви Ленкина это замечательно, но с одним Ленкином пока что морфинг, ну не самый опасный товарищ. Можно всегда ему весально сдать и попробовать проконтролировать. Задача ВП просто сейчас собраться. Чтобы превратиться, скажем так, из команды каких-то отдельных игроков, которых убивали весь early game, в полноценную команду, которая готова прямо-таки драться. Осознанно. Расчищаются здесь ворды. Virtus.Frog заявляет, что контролируют они ситуацию над своим лесом. Есть иллюзия, мисс Ларк прогоняет леча. Так, ну что, экзорцизм, я думаю, все еще хочется нажать. Ждут какой-то тайминг. Непонятно, чего ждут здесь. 1200, кстати, у Горбмага. Можно купить. Поинт-бустер себе сбегать. Ордер оставили. Ну и Клавдайн. Вроде особо не смущается, но потеряли Брэймастер один раз. Подумаешь. Дали отпушить Лен. Не стали здесь как-то ловить, пытаться драться. Знаешь, что сейчас Рошан будет большой проблемой. Если они внезапно неудачно подерутся, Рошан скорее всего заберут ВП. Поэтому пока что аккуратно ходят по своей половине карты и никуда не набегают. Надо доделать пока что Форстав. Бон Севну. Здесь надо фармить. Следующий слот уже хватает. На Гусеттера, если это будет Шотган. Если это будет Эфириал Блейд. Ну и Брэймастер постепенно. Ну, кстати, не то, что постепенно. Уже О'Кираса имеет. Скоро Кираса доделает. Так. Не прокует Башу Валидана. Улетает Бэтрайдер. Блоким Бар, кстати, покупает. То есть никаких Форставов. Здесь, в принципе, и так хватает. Инициации. Так, морфинг. Просто на месте возвращает. Ну и, кстати, вернули... А, он реплики только сделал. Я думаю. После реплики его уже убили. Но нет. Вот. Вот что, ждали. Блинку Тайдхантера. Теперь мана у него нет. Надо сходить ему энергейн с маной. Второй раундш имеется. После прожатия этого и Мекки будет очень серьезно. Проблема с маной. 450 потратит. Азбит у Рошана. И Тайдхантера нужно вот прямо сейчас. Поэтому его хватает за шкирку. Говорят, что мы тебе вот вроде залили. Вроде бы хватает тебе на раундш и на Мекку. Пойдем. Ему именно на это и хватает. Больше ни на что ему не хватит. Так, влетает Бэтрайдер. Блэк Ким Барри неожиданно. И Дэдспрофит просто исчезает с карты. Теперь же неприятность у Габлака. Габлак под Сайленсом. Под Сайленсом погибает. И Лидан остается внезапно один. Понимаю, что пора бежать. Сбрасывает с себя все. Догоняет его. Теперь Бонсейн. Ну и на него перефокусировались. Отлично прыгнул за Клифт, но летит за ним Аркейн Болт. Возможно, это ухватит. Хватит ли? Не хватает? Но влетает еще Фата. Или Дан добивает. Похоже, не ожидали такого напора от Клодайна. Видно, что Верта СПРО после долгой и изнурительной, скажем так, прошлой игры. Прошлая игра, кстати, была действительно замечательная. Действительно долгая и изнурительная. Видно, что с таким натиском пока что не справится. Просто не по силам. Понятно, что есть уже оверфарм достаточно серьезно, что сейчас убьют Рошана, наверное, еще с Аегасом будет всегда. Не то, что всегда, но будет. Забирает Аегас. Практически хватает на Аегасом, если он его хочет. А сам пошел залить себе мана. Сейчас на реплику обратно вернется. Курьера можно, кстати, отправить и Аегасом забрать. Ну и обратно расставляю все эти агрессивные ворды, которые здесь старались вычищали Верта СПРО. Энвейна реплику пошел вручную покупать Аегасом. Ну а что будут делать Верта СПРО не совсем пока что понятно. То есть Ларк бегает, фармит, бегал он пытался создать как-то пространство. Теперь становится понятно, что нужен Блэки Бар, но важнее ему нужна команда, которая переживет какие-то начальные инициации. Это пока что вообще не работает. То есть летает Бэтрайдер, хватает Death Profit и все, тимфайт проигран. Потому что больше никто не выживает вообще, в принципе. Там сразу же идут Сайлис, идут Мистик Флэеры, идут Праймы Сплиты. Никого там бить, что там делать, вообще не ясно. Бесконечные контроли летят. Кираса доделано. Не собираются постепенно клада, но они готовы с ней задоламывать. Судя по всему, здесь даже Тир-2 нет. Возможно переместятся на МИС сначала, Тир-2 сломают. А пока довольствуются вражескими лесами. Юлу купил Пайлодай. На топе, или да, она отпушивает. Чтобы если у них были проблемы, то как минимум... Как максимум, точнее, на двух лейнах. Чтобы Морфинг внезапно не устраивал никакие сплит-пуши, чтобы внезапно никто не перебегал на топ. Например, он понимает, что скорее всего в мид будут выходить, раз топ они так отпушивают. Понял, понятно, что можно вломиться прям-таки на хайграунд, но это вообще не вариант, скорее всего. Так, ну и внезапно на фото прям выходит Гадлак. Просто идет и готов бить. Ну и Лидан свою роль сыграл. То есть возвращает всех обратно. Купил немножко времени своей команды. Но не факт, что это как-то поможет вообще. Дэст Профит нужен Блэки Баррот. И Дэст Профит нужен еще... Слотов там тысяч на десять примерно, чтобы хоть какую-то конкуренцию составить. Готов эфирио Блэйд. В одну ловкость уже перекачался Этерн Ленви. Несет в себе артефакт, ну и можно сходить будет опробовать. А Эгис есть. Эгис скоро начнет уже протухать. Постепенно. Поэтому надо просто выдвинуться куда-то. Нажать смок и пойти кого-нибудь убить. Можно даже смок не нажимать, но смок есть. Кстати, Тед Хантер. Тед Хантер, вот он. Я почему-то думал, что кликнул на другого парня. Показывает Бон Севен Гем. Так, ну и здесь на кого-то напали. Уже здесь пробовали. Эфирио Блэйд на габлоке. В команде со сковоротмагом это работает просто замечательно. Как выяснили Этерн Ленви. Ну и готов он на хейсе бежать до конца и просто убивать. Два это еще Дистраптора. Это минус два саппорта. Здесь видно или Дан, или Дан. Пошел забрал дабл даммеш. Крипов забыли абсолютно. Вот за крипами отправляется. Патом вместе с Ауэй. Ну и Сларк как-то здесь бегает. Готов перехватывать крипов вроде бы, но... Похоже, Тер-2 все-таки. Вертус про потеряет, а то и сторону. Как, не факт, что есть смысл здесь как-то все затягивать. Понятно, что не пошло все с самого начала и что все очень плохо. Камбэк потенциал, ну... Мне кажется, уже здесь навряд ли получится хоть как-то вернуться здесь с 20 тысяч по опыту. Какие бы ни были. 6.82 камбэк механики. Так, наверное... У него Aegis, не стоит забывать. Теперь прыгает он Бэтрайдер. Выясняет, что Бэтрайдер-то был не настоящий, что это все была подделка. Так, Венви. Венви в Костовале вообще все, чуть было не погиб со своим Эфирио Блейдом. Но, тем не менее, Эфирио Блейд в Death Profit дает. Пошел, наконец, Праймус Лид. Первым погибает Дистраптор. Можно здесь контролировать все фобусы. Всех остальных товарищей. Чейн Фрост. Ну и... Рэж был какой-то прям-таки совсем прощальный. Сларк весь тимфайт прокатался. Рэж был какой-то прям-таки.